Я сейчас считаю, самый крутой детектив за всю просто свою жизнь. Всем привет, я Даша. Я сегодня буду рассказывать о книге Стивена Кинга под названием «Чужа», которую я не соль давно прочитала. Ой, вы знаете, упасть не встать. Зачем такой шикарный? Обычно, как делает автор, у него достаточно, он как русский, долго запрягает, а потом быстро едет. У него достаточно такое длительное начало всегда, где он знакомит читателя с персонажами, погружает в атмосферу книги, наносит какие-то мысли, эмоции до них, то есть идёт погружение. И совсем не задолго где-нибудь до конца начинается кульминация и, главное, развязка. Как бы это его стиль, то есть я не говорю, что он так пишет абсолютно всегда, но часто я с таким встречаюсь. И вот тут совершенно противоположная ситуация самых первых строк, самых первых букв. идёт такой интригующий зачин, просто сидишь и на месте подпрыгиваешь от нетерпения, хочется, ну, поскорее-поскорее узнать, в чём там дело, в чём главная фишка, кто преступник там, кто, наоборот, невиновен. Так, объяснить, получить объяснение, вот это что за улика такая прям мозговырывающая и разум съедающая, на которую все просто голову ломают и в полнейшем все в шоке, что вообще происходит. Сюжет такой, как бы это не спорят, потому что это самые первые строки книги и это всё происходит сразу. Кто-то зверски убил мальчика несовершеннолетнего перед смертью, над ним поиздевавшись, погубившись. И те, кто явились на место преступления, как случайные свидетели, так и профессионалы, полицейские, судно-эксперты, они просто в полнейшем шоке от того, что сделали с этим бедным и частным мальчиком. Улики неопровержимы, их абсолютно все так в них уверены, что даже и тениса не возникает, что обвиняемый может быть невиновен. А тем не менее, существуют улики, столь же сильные, как и обличающие преступления, проясняющие личность преступника, столь же сильные улики и столь же непровержимы, свидетельствуют в обратную сторону, что он невиновен. И вот как тут быть, что делать, что думать, что решать по этому поводу в отношении этого человека. Все разводят руками, все в полном недоумении, и уже происходит такая личностная оценка, что кто-то верит, что он мог. А этот человек очень уважаемый. Кто-то не верит, что он мог. То есть вот такое вот. И в самом начале, это не на протяжении всей книги, сюжет построен так, что... Ну как-то вот общая картинка, что происходит, обрисовывается. И вот это чередуется с цитированием показаний свидетелей, которые видели преступника и мальчика где-то вместе, или уже после совершившегося преступления где-то в городе видели, или как-то еще могут свидетельствовать. И это очень интересный ход такой. Я сидела, огромным нетерпением тут же начала писать смс-ку маме, что мама, ты говорила, когда соскучилась по детективам, я сейчас читаю, самый крутой детектив за всю просто свою жизнь. Говорю, я тебе вторую книжку тоже его скидывала. Смотри, называется «Чужак». Ты такая, ну, у меня только Стивена Кинга. Я говорю, да. А она мне пишет, как бы, Стивен Кинг, детектив. Я говорю, ну и вот я пока на такой странице, у меня пока детектив. Может, потом что-нибудь и мистическое, но вот детектив. В общем, я рекламировала вообще просто всем людям эту книгу. Потому что я была просто потрясена. Вот начните, вы тоже будете потрясены, наверное. Так вот, ну, тут в чем фишка. Такой вот градус напряжения и интереса у меня сохранялся только в первую четверть книги. Ну, может быть, чуть побольше, где-то серединка между первой четвертью и половиной. А потом он стал снижаться. Я не утратила интереса, не путать с романушием, но градус интереса стал ослабевать. И чем ближе к концу, тем бы он был слабее и слабее. Колинск меня вовсе разочаровал. Тот способ, которым, сейчас постараюсь спойлера не допустить, с которым разрешили ситуацию, привели, так сказать, сюжет к завершению, я совершенно не согласна. Учитывая, кто был преступником и особенности его. Подобный метод я рвала и метала. Вот хоть садись и сама, ну, просто для себя, чтобы успокоиться, пиши другую концовку. Вот так, вот, что? А, я не согласна. В общем, книга замечательная, она прекрасна. Но развязка не общая концовка, а вот именно по отношению к преступнику разрешения ситуации я вообще не согласна. К тому же я заметила пару неточностей Стивена Кинга. По отношению к этой книге у него вообще беда какая-то. Я не говорю, что вообще, в принципе, во всех его произведениях. Ну, может, она вообще не обращала внимание. У нее тоже есть. А может быть, просто в этой книге как-то... Во-первых, у него с названиями что-то происходит. Начнем с того. Название книги. Я не спорю. Может быть, наши перевели. Чужак. Ну, уже, да, можно понять, кто преступник. То есть, он бы еще просто вместо названия описание преступника просто бы дал, и все. И как бы... То же самое. Там есть, смотрите, киногенство. Это называется Найдем и сохраним. Детективный агент, так называется. Найдем и сохраним. Вот, как бы... Нет, может, кому-то и нравится, а я, когда увидела такое название, у меня глаз малость выпал. Выпал. И челюсть под плинтозу закатилась. Как бы для детективного агента что-то, мне кажется, более подходящее можно было придумать. И я обнаружила вот две неточности. Я даже вам процедурую. Я себе выписала. Одна бритейка ее безгадрера, я извинюсь, упала на локоть. На локоть! На чертов локоть! Бритейка! Так, как я понимаю, большинство моих зрителей представительницы прекрасного пола. Представительницы прекрасного пола. У вас когда-нибудь королямка сама по себе просто с плеча спадала. Она доставала? Мне никогда в жизни. До предплечья! Может быть. Вот досюда где-то. Ниже-то. Как-то вот приборчик. Может быть, я не исключаю возможности опять косяк привода. еще один случай. Ну, это прям вообще слушайте из ряда вон. Это очень такая ошибка сильная. Я пару слов убрала из предложения, потому что будет спорер. Был бы. Был бы. Теперь нет. Загремела ну ладно, она загремела своей погремушкой. Джер, который забыл дома беруши, ее не услышал. Поправьте меня, если я ошибаюсь, номер уши это такое новое приспособление для ушей. Вставляешь их в свои слуховые органы и сводишь к минимуму звуки, то есть окружающие тебя звуки. Их обычно приобретают, чтобы спать спокойно в каких-то общественных местах, в больнице, вокзал, вокзал, или у тебя очень шумные соседи в общаге или в коммуналке или тупо в семье и как бы они для того, чтобы заглушать звуки. Я напомню цедату. Забыл дома беруши и поэтому ее не услышал. Можно подумать, если бы он взял беруши, он бы погремушку услышал. Что? То есть как бы так и еще маленькая претензия к автору. Мало кто из людей любит спойлеры. Ну вообще я знаю одного человека, который их просто обожает, но это исключение справилось скорее. Но в этой книге он полностью беспощадно, никого не жалея, выдает мощнейший спойлер, рассказа Эдгара По Вильям Вильсен. А я хотела его прочитать. А я ей так делать. Вот также немножко отойду от темы. В книге так интересно был подан не в прямом смысле подан упомянуте блюдо, которое называется «Пастуший пирог». Прям вот мне так захотелось его приготовить. Я раньше никогда его не готовила. И вот меня сподвигла эта книга пойти приготовить пирог. Прикольно, вкусно. И вернусь еще к концовке. Мне совершенно не понравилось. Там есть один важный достаточно персонаж. Он не главный герой, даже постепенно так, третестепенно. Ну, может быть, я так просто возмутилась, но меня очень интересовала его судьба, а Стивенкинг ничего не не сказал. Я не буду говорить, кто это человек, потому что это может повлиять на ваше восприятие книги, но меня это удивило не сам приятным образом. Но, повторюсь, я тут что-то раскритиковалась, улеклась, упомянула несколько слабостей, слабых моментов в книге, которые лично мне не зашли, может быть, вам нормально будет, но на самом деле книга очень хорошая, особенно за чин. Вы точно ее дочитаете до конца, и вы точно по крайней мере в начале будете подпрыгивать и узнать, в чем вообще здесь фишка, то есть, что происходит, что произошло, почему так, почему, кто вообще, ну аааа, там, что-то я в своем смысле не перебарщиваю, на сегодня все, пока-пока, до скорыхненько.